Благословен ты, Господь Бог, наш Царь Вселенный, избравший нас из среды народа, федоровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. На нынешней неделе мы читали две главы, они короткие, поэтому их объединяют в один раздел. Это Тазрия и Мецора. И краткое содержание. Глава Тазрия – это законы очищения от ритуальной нечистоты, очищения после рождения ребенка, проклятие проказы, обесцвечивание одежд и глава Мецора. Это продолжение той же темы. Очищение от проказы, приношение бедного прокаженного, обесцвечивание на домах, мужские выделения, женские выделения, менструация. Тема нынешней недельной главы вроде бы такая не очень интересная, а если еще в контексте нашей нынешней жизни мы вроде как и не придерживаемся всех этих правил. Но в любом случае при прочтении очень интересные мысли приходят. Значит, по поводу проказы. Ну, все вы наверняка слышали, что есть такое ужасное заболевание. Ну, раввины говорят, что та проказа, которая описывается в Писании, это немножечко не та, которая заболевает сегодня. Особенно потому, что там идет речь о проказе, которая может быть на одежде, о проказе, которая может быть на домах. Значит, ну, в любом случае это было что-то очень неприятное. А если говорить о современной проказе, можно увидеть очень интересный прообраз того, что происходит с человеком, когда он в состоянии греха. По сути, проказа – это когда нервная система перестает подавать сигналы в мозг о том, что с организма что-то происходит, и человек перестает чувствовать боль. По идее, когда у нас что-то идет не так, и мы чувствуем боль, мы молимся и говорим, Боже, когда это прекратится. Мы не хотим, чтобы у нас что-то болело. И мы считаем обычно так вот, в быту, что боль – это что-то плохое. И проказу точно так же считают чем-то плохим, результатом какого-то проклятия. Но вот один комментарий раввинистический говорит, что на самом деле проказа – это не столько проклятие, сколько благословение. Почему? Значит, вот представьте себе, в современном мире современный человек вдруг заболел проказой. У него не работают нервные окончания, он не чувствует, когда он порезался. Если организм не чувствует, что он порезался, или где-то прокололся, раночка какая-то появилась, организм не посылает туда, не включая защитные механизмы, и не посылает туда вот те вещества, те клетки, которые, скажем так, нейтрализуют эту рану и направят организм в направлении восстановления. Не включаются вот эти регенерирующие механизмы. И раночка, она начинает загнивать, и человек постепенно начинает вот заживо разлагаться, можно так сказать. Боли он не чувствует, но вот рано или поздно приходит смерть. Так вот, когда человек духовно перестает чувствовать боль и последствия греха, вот можно сказать, что он находится примерно в таком же состоянии духовно, и если у человека нет ощущений чего-то вот плохого, когда вот он согрешил, то у него очень серьезные проблемы. Только человек, который ощущает на себе последствия греха, он желает как-то от этого избавиться, как-то измениться. И, скажем, если мы посмотрим, что Бог предписывал людям, которые обнаруживали проказу, значит, Он предписывал им обращаться к священникам. Причем интересно, помните, когда к Кишуа пришли 10 прокаженных, вот, ну, уникальный случай, он их не исцелил так вот, как в других случаях, что вот раз, и человек здоров, да, он их отправил куда? К священнику, сказал, идите к священнику и засвидетельствуйте, что сделал вам Бог. Вот приходит человек прокаженный, говорит, хочу исцелиться, а ему говорят, иди к священнику и засвидетельствуй, что сделал тебе Бог. То есть, по факту, та проказа, которую имели, это то, что сделал Бог. Для чего? Для того, чтобы человек осознал и вовремя пришел к Богу, для того, чтобы Бог его исцелил. Вы знаете, когда я читал вот предписание в отношении проказа, что я для себя четко выделил? Во-первых, только священники имели власть определять, чист человек или не чист. Но и священники не по своему произволу это решали. Вот посмотрел на человека, вот не нравится, объявлю его нечистым. У священников были четкие инструкции от Всевышнего, кого признавать чистым, кого нечистым. Что влекло за собой провозглашение человека нечистым? Он должен был удалиться из естественной среды обитания, то есть выйти за город, за селение. Были специальные места, где содержались люди, которые провозглашались нечистыми. Они удалялись от общества, и они, безусловно, осознавали на себе последствия того, что вызывает проказа. Так вот, человек, который был отослан от общества, он не просто вот ему сказали, все, ты не имеешь теперь права находиться в нашем обществе, и иди отсюда. Значит, священник должен был назначить срок, через который человек должен был вернуться. И человек возвращался, священник опять осматривал. Если он опять находил, что ситуация такая же или ухудшается, его опять отсылали на какой-то срок. То есть всегда священник, признавая человека чистым, ой, не чистым, назначал срок, через который человек должен был вернуться к нему. И вы знаете, когда я читал это все, я не увидел там какой-то безнадеги. Я увидел в этих словах надежду. Человек, который заработал себе проказу, он не находился в безвыходном состоянии. У него всегда был путь возвращения к священнику до тех пор, пока он услышит слова «чист». Более того, там еще есть один интересный момент. То есть некоторые виды проказы, они вроде бы как крайняя степень, то есть хуже некуда, но священнику было приказано провозгласить такого человека чистым. И это когда человека покрывала полностью белая проказа и от теменей до пят. И вы наверняка читали книгу Иова, и знаете, что он также был поражен проказой, причем вот именно белой от теменей до пят. Что в принципе, если бы на тот момент была дана Тора, любой священник Иова признал бы чистым. Ну, это вот уникальный момент. Вы помните, что сам Бог перед всеми ангелами засвидетельствовал о праведности Иова. А таким вот интересным моментом он еще и нам подтверждает, что Бог действительно признавал в этом состоянии Иова чистым и праведным. То есть проповеди, которые утверждают, что у Иова это все произошло из-за того, что, или по причине того, что. Ну, обычно говорят, что вот Иова сказал, то, чего я боялся, то со мной и приключилось. Говорят, что вот этот вот страх, он открыл дверь дьяволу, и из-за этого все произошло. На самом деле это не совсем верно, потому что, если мы вспомним, есть другое место. Чего нечестивый боится, то с ним происходит. И Иов сказал, чего я боялся, то со мной и произошло. Но тогда, если мы эти два места сопоставим, получается, что Иов беззаконник, да, нечестивый. Но, извините, сам Бог засвидетельствовал о нем, что он праведен. Поэтому вот эта идея, она не про Иова. И Иов был признан праведным. То, что с ним произошло, оно произошло не потому, что он этого боялся, а совершенно по другим, по совершенно другим законам все развивалось. Для этого нужно книгу Иова изучать. Но вот тот момент, что свидетельствует Тора о том, что человек в таком состоянии признается Богом чистым, лишний раз подтверждает, что Иов таки был чистым и праведным в глазах Господа, даже в таком состоянии. Значит, смотрите теперь дальше. По поводу того, что человек, имеющий проказу, имел возможность всегда прийти к священнику, и рано или поздно он должен был услышать «чист». То есть Бог предусмотрел очищение от проказы в случае, если человек действительно становился в правильное положение перед ним. Традиционно считают, что проказа посылается людям, которые грешат злоречием. Почему так думают? Помните, Мирьям была наказана проказа за то, что она вместе с Аароном начали предъявлять претензии и Маше. И Бог ее наказал тем, что она была поражена проказой до определенного времени, потом она, отбыв свое наказание внеста, она должна была вернуться, и весь народ ждал, пока она очистится, для того, чтобы двинуться дальше. Так вот, получается, что человек, когда он заболевает проказой, а если мы это распространим, в принципе, на любое другое заболевание, когда приходит какая-то болезнь, в принципе, человеку дается возможность остановиться на своих путях, осмыслить свою жизнь, причем прежде всего придя в Божье присутствие. И я хочу из Нового Завета одно очень интересное место, тоже связанное с проказой прочитать. Это у нас Евангелие от Луки, 4 глава, с 15 стиха. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Это произошло. И пришел в Назарет, то есть в город, где прошли многие годы его жизни, где он был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботния в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Кстати, интересный момент. «Исцелять сокрушенных сердцем». Я когда-то размышлял над этим моментом. Оказывается, что сокрушенных сердцем исцелять, а не всех подряд. Может быть, поэтому далеко у него всех есть исцеление. Но это тема для размышления. Значит, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». То есть он говорит, «Вот то, что здесь было написано Исаии, вот, вы видите его осуществившимся». То есть они, в принципе, уже знали, что Ишуа совершает чудеса, которые вот только что были перечислены. Ну и первое чудо, которое в Капернауме было совершено, все об этом прекрасно знали. И они ожидали чего-то от него. Он пришел в их синагогу, и они ожидали. Но тут интересная ситуация. Он был воспитан в этом городе, и люди знали его вот с такого вот. Значит, с 22 стиха. «И все засвидетельствовали ему и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын?» То есть очень странная реакция. Во-первых, они таки сказали, таки да, исполнилось. Ну, потому что он сказал то, что на самом деле происходило в его жизни и в жизни людей, окружающих его, через него. То есть они не могли отвергнуть. Но с другой стороны, у них вопрос. Но это же человек, которого мы знаем с детства. Не Иосифов ли это сын? Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илье, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Ниемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и встали, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. Какая разительная перемена в отношении к Нему, после того, что Он напомнил им кое-что из Писаний? Вопрос, а что же на самом деле произошло? Они ему говорят, ну, грубо говоря, вот соверши чудо, которое ты совершил в Капернаумии, ну, давай мы посмотрим, на что ты способен, да? Значит, и он говорит, что пророк не принимается в своем Отечестве. Более того, он говорит, пророков Бог посылает к тем людям, которые, в принципе, даже не имеют обетований. Те, кого вы считаете отбросами, они получают, а вы не получаете. То есть, на самом деле, он их очень серьезно задел. В чем проблема была? Действительно, если мы читаем Тору, то мы, во-первых, видим обещание обеспечения материального достатка для еврейского народа и обещание исцеления в случае проказы. Но для этого нужно, чтобы человек действительно был верен Богу, послушен и исполнял то, что ему предписано. То есть, другими словами, смотрите, человек прокаженный пришел, ему сказали, нечист, свободен. Он уходит, но ему говорят, через неделю вернешься. Он ушел, неделю проводит в раздумьях, видит, ничего не изменяется, приходит. Священник опять говорит, нечист, но опять через неделю должен прийти. И вот так вот, ну, как вы думаете, сколько недель это может длиться? Вот представьте себе, это длится полгода. Никаких изменений, проказа все возрастает, 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 и в какой-то момент кто-то из людей может сказать, а что пользы мне ходить к этому священнику? Если он сам сделать ничего не может, он только провозглашает меня нечистым. И он перестает приходить к священнику. Как вы думаете, он в конечном итоге услышит слова об очищении? Если эти слова он может услышать только от священника, к которому он отказался приходить. А так заповедал Господь приходить. Понимаете? И Ишуа, по сути, обличил народ в том, что их проблемы связаны с тем, их проблемы связаны не с тем, что у Бога сила иссякла. Их проблемы связаны с тем, что они не хотят приходить к Богу. Чудес хотят, зрелищ хотят, а к Богу приходить не хотят. То есть, обратите внимание, это были люди, которые приходили в синагогу. Понимаете? Ну, то есть, это люди, подобные нам, которые каждый шаббат приходят на служение. А многие ли из вас имеют неразрешенные проблемы и уже давно махнули рукой и сказали, хватит, я столько времени просил, Бог не ответил, значит, ему это не угодно. Ну, просто давайте задумаемся над тем, в каком состоянии мы находимся. Проблемы, которые у нас есть, на самом деле, очень часто не проклятие, а благословение для того, чтобы мы остановились и познали, что Он Бог, чтобы мы пришли к Нему с этими проблемами, чтобы Он мог нас внутренне изменить, настроить, откорректировать, очистить, для того, чтобы мы действительно были народом святым и праведным для Него. Более того, помните слова Моисея, дней жизни нашей 70, при лучшей крепости 80, и лучшие дни это труд и болезни. Скажите, пожалуйста, кто из вас считает, что труд и болезни это лучшие дни нашей жизни? А Моисей, раб Божий, верный во всем доме Его, именно так утверждает. Почему? Ну, потому что это самое благодатное время для того, чтобы приходить к Богу и общаться с Ним. Это то, чего Он желает больше всего. И если мы не приходим по добру, по здорову, ну, тогда вот есть шанс, еще остается таки прийти. В конечном итоге получите исцеление, восполнение нужд и все необходимое для жизни и благочестия. Давайте мы будем стараться приходить к Нему всегда, во всякое время, и когда нам хорошо, и когда нам плохо. я думаю, что это то, чего желает наша душа и чего желает Сам Господь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ